Всем привет! Вы на канале Пласт Лайон Ченнел и сегодня будем делать питомца для куколки Лолу и Чей Бебей. А именно будем делать котика. Я уже подготовила вот такую вот основу для его головы. Я ее сделала из фольги. А также я смешала вот такой вот цвет пластилина. Не обязательно смешивать цвет, именно чтобы он подходил по цвету шерстки нашего котика. Можно смешать любую, любую использовать пластилин. Потом все равно будем его красить. Разлепливаем тоненький пласт нашего пластилина. Думаю, такого части будет достаточно. И облепливаем им фольгу. Так, аккуратно облепливаем. Теперь нужно загладить все стыки и неровности. Я уже загладила все стыки. Теперь смешиваем акрил белого, светло-желтого и оранжевых цветов. Больше всего у нас будет белого цвета. У меня это перламутровый, вы можете использовать и обычный белый. Его нужно смешать. Белый это у нас будет базовый цвет. А желтого и оранжевого нужно добавить совсем немного. Думаю, так будет достаточно белого. Теперь добавляем желтый. Желтого тоже немножко. Думаю, вот стульчик. Даже, мне кажется, можно немножко больше добавить. Чтобы цвет получился более насыщенный. И теперь совсем чуть-чуть оранжевого. Теперь все это хорошенечко перемешиваем. Мне получился вот такой вот оттенок. И теперь аккуратно наносим его на заготовку для будущей головы нашего котика. Я буду наносить ее приблизительно в два слоя. Если у вас не получается перекрыть цвет пластилина, можно нанести и больше. А пока голова высыхает, сделаем тело. Формируем из оставшегося кусочка пластилина вот такую вот небольшую вытянутую капельку. И опять же влазиваем все стыки. Стеком для лепки приблизительно намечаем, где у нас будут ножки. Они будут, наверное, располагаться где-то здесь. И делаем там небольшие углубления. И так же покрываем тело краской. Для лапок формируем вот такие вот толстенькие колбаски. И делаем небольшие углубления. Лишнее отрезаем. У вас должно получиться примерно вот так вот. Немного сглаживаем неровности. И таких нужно сделать еще три лапки. В центр каждой из лапок вставляем зубочистку, чтобы она была более устойчивой. Неспешно вставляем. И теперь уже присоединив зубочистку, мы будем ее окрашивать. Тем же цветом, которым мы красили тело и голову. На зубочистке это делать намного удобнее. Слой краски нужно наносить не спеша, чтобы он лег максимально ровно. Ободок для нашего котика я буду делать из колечка из-под тюбика краски. Отрезаем лишнюю часть. А так же разрезаем его вот в этом месте. Чтобы ободок можно было надевать. Далее из черного пластилина лепим форму большого бантика. Сначала нужно хорошенько размять пластилин. Если у вас нет черного пластилина, можно взять пластилин любого темного цвета. И потом его покрасить акрилом. Делаем вот такие вот треугольники. Вот должно получиться приблизительно вот так вот. Лишнее можно обрезать стеком. Делаем часть нашего бантика более плоской. И заглаживаем неровные края. Вот так у вас должно получиться. Теперь приклеиваем заготовку для бантика к нашему кружочку. Я уже сделала две такие части. Теперь стеком делаем вот такие вот углубления, чтобы бантик смотрелся более естественнее. Проводим такие вот небольшие полосочки. В центре, по желанию, можно вклеить небольшой вот кружочек. Вот такой вот. Делаем полосочку. Отрезаем нижнюю часть. И вклеиваем. Стеком изглаживаем стыки. Акриловой краской по всему нашему бантику рисуем небольшие звездочки и полумесяцы. Полумесяцы делаем вот так. Вот такие вот. Делаем букву С. Теперь зубочисткой таким вот образом сделаем текстуру. Для звездочек я беру, делаю вот такие вот небольшие полосочки по вертикали и по диагонали. И по две маленькие полосочки между ними. Такая вот звездочка у меня получается. Заполняя на звездочками я уже сказала весь ободок. Звездочки и полумесяцы я буду рисовать в разном порядке. Полова уже подсохла. Теперь будем делать прическу. Прическу буду делать из воздушного пластилина. Так как он быстрее высыхает после окрашивания. С помощью стека делаем вот такую вот. челочку из будущей прически. Отрезаем по диагонали и слегка закругляем. Клепливаем вот эту вот часть из воздушного пластилина вот таким вот образом. с помощью стека формируем ровный такую ровную часть нашей лишней прическе. Лишнее убираем. из оставшегося кусочка лепим небольшой кружочек и прилепливаем ее вот таким вот образом. сзади все тоже облепливаем воздушным пластилином. Я специально сзади не прокрасила, потому что потом все равно мы залепили туда прическу. Вот, сзади была. Поэтому прокрашивать было необязательно. Такая вот основа прически получается. теперь нужно слегка загнуть вот эти вот задние прядки. Я даже, наверное, подклею из воздушного пластилина дополнительную полосочку, чтобы досмотрелось более объемно. Раскатываем небольшую колбаску, слегка ее расплющиваем и прилепливаем по краю прически. Так вот сглаживаем и немножко загинаем. Лишнюю часть ровно обрезаем. Стеком продавливаем текстуру волос. Также это можно делать зубочисткой. Делаем вот такие вот полосочки. Также можно делать небольшие волнечки или зелзали. Также сам повторяем с другой стороны. формируем также формируем вот такой вот пробой. Его нужно сделать не до конца, а только сверху, чтобы прическа больше была похожа на оригинал. Теперь я беру гриламутровую акриловую краску белого цвета и буду постепенно наносить ее на прическу. Также можно использовать и обычную белую краску. Но мне кажется, что если она будет проломутровая, она будет более красиво переливаться. так же сам покрываем несколько слоев. То, что лишнее на лице, потом вытрем. Так, аккуратненько покрываемся. А так же нам нужно все покрыть вот эту вот, хорошенько покрыть нижнюю часть. которую мы загинули. Тоже прокрасить. Ботиночки я буду делать из черного пластилина. Так как ноги еще столкнут нашего питомца, я буду формировать их по сапожку от резинового костюма Чиколова. Лепим вот такой небольшой блинчик. И облепливаем им наш сапожок. Теперь вынимаем и стеком обрезаем лишнее. так же вот эту вот часть тоже можно поднять и порезаем только вот эту вот подошву. И взглянем вот таким вот образом. Это будет верхняя часть нашей будущей пухи. Дократно его зажимаем и сглаживаем стек. С помощью стека примируем более закрепленный вид. Примираем палату нашего питомца. Будет более больший блинчик. Так и примиряем. Ставим лапку нашего будущего питомца и формируем по ней нашу туфельку. Вот таким вот образом ее загинаем и сглаживаем стыки. Делаем немножко закругленные концы наших туфелек. Теперь аккуратно чтобы не поломать нашу туфельку вынимаем лапку питомца. Теперь из черного пластилина формируем небольшую колбаску. Любительная она должна получиться вот такой толщины. Отрезаем небольшую часть. Это будет каблучок. И вот так приклеиваем к нашей туфельке. Много делаем более маленькие. Таких делаем четыре штучки. Вот такие четыре туфельки у меня получились. Краска на голове у меня уже достаточно высохла и я покрывала ее в три слоя. Такой вот красивый ровный цвет у меня получился. Теперь делаем мордочку. Для мордочки мы свешиваем белый чуть-чуть оранжевого и желтый пластилин. Порошенко перемешиваем. Мне кажется можно добавить даже еще немножко белого. Чтобы цвет получился более светлый. Разминаем пластили. Вот такой цвет у вас должен получиться. Теперь лепим из него два небольших кружочка. Должны быть у вас приблизительно вот такого размера. Такие кружочки. И прилепливаем их вот здесь. Где у нас будет молдочка. вот таким вот образом прилепливаем. Кажется кружочки нужно сделать немножко меньше. Я сделала уже кружочки немножко меньше. Теперь прилепливаем их здесь аккуратно. И внизу прилепливаем еще один кружочек только более большой. Такой немножечко его вытягиваем и прилепливаем его вот таким таким образом. В центре можно это сделать кончиком кисточки. На меня он в данном случае очень толстый. Поэтому я наверное буду делать вот этой вот обратной частью стеку стеку заглаживаем и навечаем где у нас будет ротик. Где-то здесь. Стержни матрошки продавливаем в большой такой вот кружочек. Тут вот теперь обратной стороны. Так вот продавливаем. излаживаем все неровные места. Теперь из розового пластилина лепим совсем маленький кружочек. Кажется вот такого будет достаточно. Слегка его расплющиваем и специальным инструментом для лепки формируем из него небольшой треугольничек. У вас должно получиться примерно вот так. Но можно прилепить обычный кружочек. Аккуратно вклеиваем его чуть выше мордочки. Коротенько распределяем. Вот такой носик у меня получился. Теперь будем делать глаза. Лоза я буду рисовать акриловой краской, но можно использовать и обычную краску, например гуашь или акварель. Тогда нужно будет покрыть лаком. Я уже выдавила небольшие круги колпачком от ручки. Теперь набираем краску. У меня это перламутровый акрил. Я буду делать глаза такого же цвета, как и прическу. Они будут очень красиво блестеть. И аккуратно заполняем все круги. Таким вот образом. Можно даже нанести несколько слоев. Я буду наносить два слоя. Теперь нужно подождать пока краска окончательно подсохнет. А пока краска высыхает сделаем шарфик. Я буду делать из черного пластилина. Формируем из него колбаску примерно вот такой толщины и теперь расплющиваем. не слишком сильно сжимаем чтобы пласт пластилина не был слишком тонким. Теперь аккуратно подравниваем края с помощью стека. Также можно это делать и линейкой. Убираем лишнее. Так же самое с другой стороны и по краям. Убираем все лишнее. теперь нужно сделать рифленый край. Рифленый край я буду делать с помощью стержня от ручки. Также это можно делать из стека. Делаем вот такие небольшие отпечатки нашего стержня. Продавливаем. Я убираю остатки пластилины со стержня пальцами. Можно делать это из стека. Кому как удобно. И таким вот образом делаем углубление по всему краю шарфика. Вот такой вот край у меня получился. Теперь я буду оборачивать его вокруг баночки из-под краски. Вот обязательно у нас должно получиться вот так вот. Так кот оборачиваем. Такой вот шарфик у меня получился. Для радужки глаза нашего котика я буду смешивать вот такой вот синий и перламутровый акрил. Можно взять и обычный белый. Нам нужно будет больше всего белый цвет. Добавляем его как можно больше. Кажется можно еще добавить что цвет получился как можно более светлее. Думаю так будет достаточно. Теперь добавляем немножко синего. так как синий акрил у меня очень густой мне понадобится его совсем чуть-чуть. так вот туда и хорошенечко перемешиваем. Мне кажется можно даже еще немножко добавить клея. Немечко перемешиваем. Даже можно еще добавить. все думаю так будет достаточно. Теперь полученным цветом мы будем красить радужку нашего котика. Так вот аккуратненько наносим чтобы не закрыть белый слой. Делаем дугу. То же самое со вторым глазом. закрашиваем. Все я думаю будет достаточно. Теперь черным акрилом заполняем оставшееся пространство. Лазок вот таким вот образом. Слегка налазим на синий слой. этим же цветом мы будем закрашивать яснички. Закрашиваем. вот таким вот образом. Теперь нужно дать этому слою краски хорошенечко высохнуть. Этот слой краски у меня уже высох. тоненькой белой кисточкой делаем маленькие блики. Вот небольшие точечки той же перламутровой краской. Кажется нужно немножко больше сделать блик. Такие блики у меня получились. Теперь стеком с черной краской сделаем небольшую звездочку и полумесяц на щечках нашей кошечке. отстанем небольшие точечки постепенно образуя их полумесяц. Так вот аккуратненько делаем полумесяц вот таким вот образом. Теперь делаем звездочку. звездочка буду делать вот так вот делаем сначала небольшую полосочку приводим небольшую полосочку достаточно и делаем по бокам две небольшие капельки. Теперь стеком уже без краски растягиваем из этой капельки тоненькие лучики нашей звездочки и между большими полосочками тоже такие вот маленькие делаем. Так же сам немножко растерливаем полумесяц и слегка его закругляем. Так у меня получилось. А пока голова полностью высыхает соберем тело. Все наши подготовленные детали вставляем аккуратненько лапки вот так вот и сглаживаем стык. Мне кажется нужно взять зубочистку подлиннее потому что это плохо крепится. Вставляем более длинненький кусочек зубочистки в лапку закрепляем и уже с более длинненьким кусочком лапку кусочком зубочистки лапку вставляем в тело. сглаживаем все стыки чтобы лапка хорошо держалась. Таким же образом присоединяем все другие лапки. Теперь прикрепляем хвостик нашего котика. Мне кажется нужно сделать его даже толще. Слишком тоненький получился. Застряем кончик вот таким вот образом завинаем и приклеиваем к нашей фигурке. Той же краской которой мы красили тело покрываем и хвостик. Теперь светло-оранжевой краской делаем небольшие полосочки на лапку. Вот таким вот образом. Аккуратненько прорисовываем. так же самое с другой стороны. Палочки делаем не очень толстыми, чтобы они не сильно выделялись. Так вот закрашиваем. На теле делаем точно такие же полосочки. животик закрашиваем преламутровой краской. Теперь надеваем на ножки уже подсохшие наши туфельки. аккуратненько надеваем все четыре лапки. Вот таким вот образом. Слегка подравниваем каблучки, чтобы кошечка могла стоять. теперь надеваем шарфик. А голову закрепляем при помощи зубочистки. Вставляем острым концом в тело не сильно, чтобы он не высовывался там, где животик. И теперь аккуратно надеваем голову. Слегка выдвигаем передние лапки, чтобы котик был более устойчивым. Отправляем голову и фиксируем ее дополнительно шарфиком. Для завершительного штриха надеваем ободок. Вот такая вот кошечка Вечей Бебей у меня получилась. У меня даже есть ее хозяйка. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео.